Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Богослови! Христос истинный Бог наш, молитый и прищися, Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, Яко благо человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. «На семь камней я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Ивангелие от Матфея 16 глава говорит Господь. Это из беседы святителя Иоанна Златоуста. Пророчество Иисуса Христа было двоякого рода. Один из них долженствовали исполниться в настоящей жизни, а другие сбудутся при самой кончине мира. Они взаимно подкрепляют себя и с великою силою доказывают истинность тех и других. Неясные слова я постараюсь объяснить примером. Двенадцать учеников были спутниками Господа. Даже название церкви, когда еще не приходило никому на ум, потому что синагога еще находилась в святущем состоянии. «Когда почти вся вселенная предана была нечестью, что сказал и предвосвестил Господь, «На сем камня я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Рассматривай, как хочешь, это изречение, и увидишь истинность его в полном блеске». Не то одно удивительное, что Он по всей вселенной устроил свою церковь, но и то, что сделал ее непреодолимую, и непреодолимую тогда, как она испытывает столько враждебных нападений. Слова «врата ада не одолеют ее» означают опасности, низводящие в ад. «Видишь ли истину предсказания, краткое изречение, создам церковь мою, но не пробегай его без внимания, а вникай в него умом, и представь, сколь великое дело, наполни всю землю под солнцем церквами, обратить столько племен, убить народы, уничтожить отеческие обычаи и исторнуть укореневшуюся привычку, свернуть владычество сладострастия и силу нечестия, как прах. Жертвенники капища идолов и их службы, бесчинные празднества и нечистые жертвоприношения развеять, как дым, и воздвигнуть алтари истинному Богу повсюду, в стране Римской и в Персии, в Скифии, Мавритании и в Индии. Что я говорю? Даже за пределами нашей вселенной, ибо и британские острова, лежащие за пределами моря на самом океане, ощутили силу изречения Господа, и там воздвигнуты церкви и алтари. Это изречение, сказанное тогда Господом, теперь насаждено во всех душах и находится во всех устах. Вся, так сказать, земля, наполненная тернем, очистилась, сделалась чистой унивой и приняла семена благочестия. Аминь. Храни всех Господь. Завтра 8 часов молитвы. Будет литургия, за литургией сразу вечерней, и за вечерней будет мы будем совершать коленнопреклоненные молитвы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...